По всему берегу посрезали. Мощнейшее разрушение. Чем дальше идем, тем больше жесть. Тихия ни у кого не спрашивает, что ей делать. И все с моря несло. Не завалило здание. Такой ужас. Тоже нету дюны. Посмотрите, как снесло. Размывало, уходило море в лиман. Это настолько сильно проходили волны. Чуть не упал. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вас приветствую сегодня из Благовещенское. Мы заедем с вами на Нудистский пляж. Посмотрим, где будет строиться новая Анапа и прогуляемся по Бугатской косе. Посмотрим, как она пережила шторм, потому что вы об этом просили. Сейчас я предлагаю вам сесть поудобнее, налить себе вкусных напитков и вместе с нами прокатиться сначала до Благовещенское. Меня зовут Юрий Озаровский и сегодня со мной Оксана. Приехал на Нудистский обычный пляж. Если помните, туда проход на обычный пляж между вот этих дюнах. Сюда же у нас на Нудистский. Здесь деревянная лестница. Смотрю сейчас на эти поля и не верится, конечно, что скоро здесь все застроится. Именно сегодня происходит у нас представление плана по застройке новой Анапы, которая появится в скором времени именно здесь. Площадь новой Анапы 937 гектар. Здесь будет размещаться 32 отеля и санатория. Отели на побережье Черного моря, а санаторий на побережье Лимана. Между ними запланирована большая парковая зона. Она будет состоять из ряда тематических парков. Инновационная Россия. Старый город. Аквакомплекс. 15 морей России. Пространство для фиджитал-спорта. Плотность застройки курорта 17%. Жилья не будет в принципе. Будет построена марина на 300 яхтенных мест. Сроки реализации проекта до 2030 года. В апреле следующего года будет готов мастер-план и тогда станет полностью понятен облик курорта. Разработчики говорят, что курорту не будет страшны штормы. Особо внимание уделили вопросам экологии. Интересно, конечно, ваше мнение. Как вы думаете, как это будет выглядеть? Конечно, виды отсюда. Вот эти острова фантастические. Те, кто здесь будет проживать в дальнейшем, будут получать эмоции сверх положительные. Ну а для региона, если это получится круглогодичный курорт, то будет, конечно, невероятное вливание и развитие. А для природы это вот так вот пока. Даже представить трудно, что вот это все, что мы видим, все эти поля. Это намытый песок рекой Кубань, которая раньше как раз таки через Кизилтажский лиман и впадала в море. Дюны здесь немножко между двух богоровков разрыты. Раньше сюда заезжали машины, был кемпинг. Очень жалко, что в этом году тут не существовало. С одной стороны, с другой стороны здесь больше природы было сохранено и попадаем в такой вот оазис. Здесь есть дерево, тут какие-то яблоки, дички на нем растут и очень много места, в котором можно прийти, разместиться или в палатку, или просто приехать, провести время. Поднявшись наверх, можно вообще оглядеть масштаб всего этого места. Сюда сверху видно, как идет эта тропа, а вот там находится сама лесенка. Летом под травой не было видно, но вы сейчас можете сами разглядеть на своих экранах, что это все песок. В одном из видео мы с Оксаной проходили от этой лестницы, туда дальше по берегу моря. И там-то там видите такие вот, как оазисы, защищающие от ветра и от людских глаз. Видно на самой верхней точке, туда вниз на пляже. Какое бескрайнее, великолепное и прекрасное отсюда море наше. Там у нас находится Анапа и очень хорошо видно, что Анапа образует бухту, которая уже именно в Благовещенской, в этих местах становится снова открытым морем, до Таманского полуострова. Дорогие мои подписчики прям просили, Юра, приедь, покажи, как здесь обстоят дела. Дела с пляжиком, где деревянная лестница. Она вот, она выжила. Пляж видоизменился, могу сказать. Но, в принципе, здесь все осталось так же, как и было. Так что не переживайте, береговая линия цела. Так вот выглядит сейчас сама лесенка к морю. Летний период, вреда растениям. Здесь, конечно, открываются самые потрясающие виды. Кстати, я думал, что на берегу будет гораздо больше разнообразного мусора. Чуть не упал. Поскользнулся на песке. Берег довольно-таки приятно выглядит. Теперь отправляемся на Бугатскую косу. Вообще, цель нашего визита сегодня прогуляться по ней, посмотреть, как она пережила шторм. Добрались уже к самому низкому и тонкому участку косы. Посмотрите, тут последствия шторма на парковке номер один, которая на въезде сама поразносила заборы и попереворачивала домики. Здесь у нас каким-то чудом в свое время разместились несколько баз отдыха, но в проектах новой Анапы, по крайней мере, которых предоставляли, нам мы их не видели. Вот интересно, их оставят или уничтожат? Какие-то частные дачки, конечно. С правой стороны у нас Кизелташки-Лиман, прямо рядышком с нами сквозь деревья Лоха Серебристого находится. И с левой стороны вот эти застройки, за ними уже находится пляж. Самый известный здесь из всех пансионатов пансионат Югра. Если вы здесь отдыхаете, я знаю, что мои подписчики были, которые проводили здесь время. Мы как-то раз приезжали, фотосессию им устраивали на пляжике. Раскинуть диском, то расскажите, что и как. О, здесь, смотрите, вообще размывало дорогу, ее подсыпали. Да, это настолько сильно проходили волны. Вот возле этой Югры нету дюны. Походу, сюда вода пришла жестко, конечно. На легковой, я думаю, тут уже будет проблематично проехать, надо высокий клиренс. С левой стороны находится парковка. 400 рублей стоило с машинки постоять, если на сутки, то там 800 просили. Ну вот за ней сразу благоустроенный пляж. Есть туалет на ней, много людей сюда приезжали именно купаться. Я в этом году выбирал все-таки больше на индийский пляж. Мне там как-то более нравилось. Тут тоже протекал пансионат. Зенит с левой стороны. Побито, конечно, выглядит все здесь. Представляю, что здесь был образ мах стихии. У зенита нету дюн, и получается, что, наверное, оттуда заходила вода. Вот вся территория его в песке, и здесь размывал вот эту парковку. Посмотрите, какие здесь летели потоки воды, что они и щебень повымывали, и уходило море в лиман. Да, конечно, стихия здесь ничего не пожалела. И там дальше я вижу, что намыло песок морем сюда выходило, и это с этой стороны размывало море эту полосу. Вот так вот может улететь и сама вугасская коса просто от шторма. Поэтому надо ее беречь и укреплять, высаживать растения, и стараться как можно больше беречь дюны. Картинка, конечно, фактическая и страшная. Но мы видим, что в давние времена здесь с этой стороны устанавливали ФСК и боялись, что придет лиман и посмывает. А пришло вообще откуда не ждали, оттуда с моря и размыло здесь берега. Вот поближе территория. Вот что видите, там ворота с той стороны вообще выломало. Все правила поведения с оборонями территория, регионального значения, природный парк, Канабская пересепь. То место, где перекрыто швакбаумом, и дальше можно было только на трансфере уехать до кайт-школ. Намыв песка, который приходил с моря, и вот это вода уже дальше утекла сюда через парковку, разрушая все остальное на своем пути. Об этом постоянно и говорилось, как важно делать дюны, не допускать езды по ним транспорта, потому что вода пришла через такой проран в дюнах и затопила эти территории. Стал какой-то домик, его сюда даже может с моря принесло. И произошло все это вот через этот маршрут, куда как раз мы сейчас видим, идут следы автотранспорта. Провода электрические валяются, подмывала столбы. Такие колышки ставятся, это от геодезистов обычные. Значит, территория будет как-то по-другому осваиваться. Со стороны зенита выглядит так. Территория, вот они, намывая волн, приносила туда с берега все, что было выкинуто морем. Человек, раскатав дорогу, просто не дал возможности дюнам защитить эти места. Те самые высоковольтные провода, видите, лежат по земле, они уходили дальше. Получается, да, сейчас на Бугасской косе, вот этих проводов уже ничего не питается, только торсады. Состав Бугасской косы, это кварцевый песок, ракушечник и встречаются иногда камушки. Видите, в одном месте можем все это показать, все, что выбрасывало море сюда. Эти машины проезжают, те, которые с высокой проходимостью, сейчас Нива прокатилась, имеют возможность заезда подвоза сюда, всего остального. Это бета-глэмпинг, к сожалению, перекрыто. Он строился на дюнах, дюны не сносились и через него я, по крайней мере, не вижу здесь, чтобы вода проходила. Наносной морем мусор, проходя дальше, это значит, что откуда-то морская вода сюда его приносила, ломала камыш. Что здесь творилось, я не представляю. Посмотрите, сколько намыло песка на эти берега, именно морского лимана. Чуть поменяют свою структуру, это ракушки, залежи целые. И видно, вот как отсюда потоки стекали. Получается, где-то находила вода дырки в дюнах и уже по этой дороге неслась дальше. Такой вот мега-шторм. Здесь, в самом лимане, хотят построить марину. Сюда должны будут заходить суда. Скорее всего его, значит, будут углублять. Когда бы ты занимались кайтингом, появлялись постоянно ребята, которые говорили, что, возможно, вы там мешаете птичкам. Яхты и суда мешать, походу, не будут. Или это у нас степень зависимости от интересов. Как говорится, когда люди спортом занимаются, мешают, а когда люди деньги тут будут зарабатывать, то уже как-то и птички не важно. Такая вот у нас арифметика в стране. Более-менее нормальной дороги здесь нет. Она была всегда здесь хорошо, так сказать, раскатана. Сейчас везде подмыто, подвыедено и на морской водой. Входные пути ищем уже. Не везде пройти даже возможно. В эти пески, если пустим наступить, можно впровалиться, так как грунт нестабильный. Но это вот территория этих глэмпингов. Для меня действительно неожиданностью стал факт. Я думал, ну там уперлось в море. Но то, что оно здесь стекло, видите, тоже завалены все камуши и намытый морем мусор. Здесь надо устраивать акции по уборке именно на этих территориях. У нас 17 числа будет витязевая уборка штурмового мусора. Вы можете также поучаствовать, помочь природе очиститься. Дробности будут в телеграм-канале. Смотрите и приходите. Буду всем рад. Я буду тоже участвовать. Кадры как после катастрофы. Чего только нет. И большие палки, и мелкие. Вообще просто тонны. Те, что кадры присылали, они... Большая волна переходила дюн и уходила в лиман. Таких последствий, что здесь все было залитое, конечно, себе не представлял. Закланчивается первый глэмпинг. Я дальше понимаю, что мы здесь не пройдем вообще. Там все затоплено. И вот отсюда тоже мы видим, что приходила морская вода. Проран для машин или машины, которые создали между дюн, через него сюда затекала морская вода с песком и несла разрушение дальше. Повторяю, это вот как раз таки о важности сохранения наших дюн. Вот отсюда точно прям видно. Видите, машинки тут накатали со временем и море воспользовались этой дыркой. То есть всех надо закрывать. Вся дорога, которая нижняя, вся залита, затоплена и замыта. Маршрут пройден до уже второго глэмпинга. Поразбирали все плащ-палатки, которые создавали именно эти домики. Остались только конструкция. Вот в принципе, да, в таком виде эти конструкции не создают ветровой нагрузки и ветер спокойно дует во все стороны. Это является большим плюсом в том, что он не мешает естественной миграции песка нашего кварцевого. Представьте, да, раньше здесь река Кубань текла, несла свои воды в Черное море. Как все изменилось. И первая кайт-школа. Обозначение, она туда дальше находится. Тут у нее никаких построек в принципе нет. Есть эти два развития пути вообще существования кайт-школы и всего водно-ветрового видов спорта со строительством Новой Анапы. Так как, возможно, это будет как и толчок, если сделать нормальный доступ, будут цены не сильно большие. То сюда будут приезжать люди круглый год и заниматься этим спортом или на лимане, или в море. Потому что ветра здесь дуют постоянно. Если планировщики продумают все это, чтобы людей не загрузить на большие деньги, то я думаю, что здесь будет действительно круглогодично занятие спортом проходить именно на Бугасской косе. Потому что это место идеальное. Видели мусорки в летний период времени, которые стояли, и большое количество опять намытого песка. Вторая дорога полностью подтоплена. Это уже за вторым глэмпингом. Что произошло? Опять дырка в море, которой пользовались машины, чтобы туда подъезжать, и по ней пришла вода. То есть если был бы сплошняком дюны, как везде, то через дюны здесь вода нигде не проходила. Собакиной. Не рады они нам. Почему-то один добрый нашелся. Привет. Баяка. Собака-баяка, но хочется познакомиться. Подходи. Не, что-то ему-то не нравится. Он видит у меня в руках что-то и думает, что ко мне надо идти. Здесь, видите, изъяли песок, чтобы выровнять эту территорию. Потому что она была полностью, так понимаю, размыта. И проехать на машине было здесь крайне сложно. Пищит, налезет. Это транспортные средства, которые сейчас приезжают на легковой машине. Оторвано защита. Уже, ааааааааа. У них других вариантов не было, иначе бы он застрял. Вот так вот происходит здесь перемещение машин. Чуть не утонул, наступил. Нога пошла в грунт, потому что песок, он должен утрамбоваться, улежаться. Это значит свежие насыпи. Даже столбы не выдерживали. Напора потоков воды, которая здесь все топила и размывала и падали похоже у нас появился друг он бегает только мне так ксюше не подходит боится встретил ребят министерства природных ресурсов тоже едет мониторит ситуацию лебедь ребят не получается на этой камере приблизить сожалению там вообще все в птицах все белое весь лиман живой принимает гостей сейчас никто не мешает дай бог чтоб никто никогда и не помешал все-таки хотят делать порт и марину там развитие видов спорта непосредственно в море в лимане я думаю на этого бы не стоило делать представьте если бы он был заглублен то могу вообще сместить туда полностью всю бугарскую косу 5 не стоит трогать экосистему как вы думаете пишите в комментариях мы дошли до станции ветромания винт все общем что она пострадала и вижу только дорогу здесь подмывала и уже подсыпали все остальное порядке показательность сила ветра ломала флагштоки и положила хотя не уже без флагов только один устоялся остальное разбомбила обычно просто береговая линия по прямой а здесь мы видим как вытекала морская вода и заносила песок из моря с дюн сюда в лиман то есть берег получается вот такой как будто из бухт состоит причем песка так много намыла проран к морю и песок пришел сюда как повезло строением стоит тоже остались на месте и сама база тоже не пострадала дюны наверно метров четыре точно высоту местами посмотрите как морская вода найдет дырочку их просто здесь разрушила здесь приходится аж залазить на нее ой будьте аккуратны все в песок провалился и набрала песка до подсушил их они потихонечку разрушаются везде вода искала дырочки чтоб пройти первый взгляд на берег моря можно видеть дюны подразрушила стал бы в целой линии ветер остались уже они были все в дюнах а сейчас стоят отдельно на берегу такая красота мусора присутствует надо в горочке проводить в порядке чтоб становилась снова красиво какой же сегодня невероятно красивый цвета моря нудийский пляж находится вот там вот на горе где мы были с вами вначале вот так мы далеко ушли двигаемся сейчас в сторону веселовки видите что сужается сама коса и становится метров на 50 шириной то задача именно герлу который соединяет лиман с морем она еще уже будет здесь самое классное место в котором можно наблюдать сразу и кизилташки лиман и сама морюшка красота невероятная жалко дёна вот проход проезд и снесло как же по-другому все выглядит межсезонье когда меньше зелени меньше листиков совсем другая территория здесь видите тоже был проход промыло там также промыло потоки создавали эти острова которым ранее показывал вынося песок в лиман чтобы не смыло саму косу значит а будет большая потеря потерь эти тоже дюна разровняла это через каждые несколько метров то есть мы пришли в то место где действительно она узкая и получается что здесь надо очень серьезно отнестись тому чтобы воссоздать и сохранить дюны в это вообще не верится глазами посмотрите как снесло один бугорок остался благодаря растениям с той стороны отсюда пол дюны ушло к ужас тоже нету дюны там еще провода оборвала все разумело это вот все на одном кусочки берега подходим до следующей кайт станции видим что я перевернула все тоже из-за того что прошло море снося в одном месте дюны шел поток видите нам это и сюда песка возможно даже ветром плюс подмытие водой не завалило здание думаю что возможно его перевернуть будет у ребят сделано так что водички тому все отходы уходили в баки баки откачивались ждет она когда придут и и восстановят солнечные батареи здесь ребят здесь я также понимаю что были потоки воды вот этот настил между школами подумала песочком туда песка нанесло вот этот домик выставил хотя рядышком с ним потоки тоже промыли про ранчик и вода уже под настилами уходила дальше школа кайт ворот собирают то что можно собрать и ну что в следующем времени все это будут восстанавливать тоже часть настила же вернула обратно море тут был прорыв как повезло что ребята построили основе здания там тут навес был и датчик качели и все с моря несло сюда его продавила засыпала образовался остров качель мне здесь нравилось помнишь на этой качели каталась ее сломала остров это раз те места где прорывалась сквозь дюны моря большое пятно намыло прорвавшись сквозь дюны моря еще один разрыв в дюнах море снесло все что там было это вот дистанция вистов чем такая школа опять повезло станции что с этой стороны с той стороны все случилось здесь даже не было сильных таких между дюм прорывов но вот небольшого хватило чтобы сюда также пошли потоки воды но это школе явно повезло потому что она прошла вода не в неё а там где в это не разрушила больно просмотреть на те места где поразрушала бугорочки наши песочные с деревьями что прямо отсюда уже видим море даже на дюны подниматься не надо тоже настил опасно сила они сюда летят это кто это пеликаны наверное я самое интересное только рассказывал ксении о том что здесь есть и черный аист и пеликаны и тут она их увидела действительно большие камера на так не передаст в телеграм я снял можете посмотреть как они выглядят здесь вообще хана электричеству полностью положил столбы природа не щадила ничего жуткая картина но станции выдержали уцелели в этом месте строили ребятки на совесть старались потому что он тоже прорвало дюну но это не разрушила одна из этих самых клёвых станции тут стекление вот это сделано внутри сидишь смотришь как тут другие занимаются катаются и тебе тепло и хорошо ксения решила передохнуть чуть-чуть коса изменилась честно до неузнаваемости это было редким место где можно было как-то проглядеть на море сейчас через каждый там 50 метров мы видим такие разрывы между дюн это все уничтоженные растения здесь то помнит было нормально тоже дюна сейчас его под разрушила так вот по всей дороге в принципе потоки воды сюда приходили искали где-то дырки как реки в одно стекали школу подмыло но она выдержала поработали ребята и поставили блоки чтобы навес сохранился следующему сезону даже доски некоторые вырывала снизу в общем работают стараются все восстановить столбики видите специально делали раньше заборчики краски чтобы аккумулировался песок пришла большая вода и разнесло все здесь она она будет делать чтобы в следующем году уже были какие-то бугорки с песком тоже море напрямую приходил уже тут под разрушена по крайней мере настила навесов тут вообще тоненькая дюна осталась чем дальше идем тем точек перешейка между лиманом и морем море по спокойно проходила переживаю за то что с такими сильными штормами может вообще уничтожить косу все природа спрашивать не будет если придет сильнейший шторм который перехлестнет эти дюны то здесь вообще ничего не останется здесь вообще плачевное зрелище разносила стихия все просто нет дюн сильнейшие потоки воды все по накренила понадломала стихия ни у кого не спрашивать что и делать как и быть а просто приходит и все ломает на своем пути столько труда людей стали сделать все экологично но на них пришла вода ну я думаю восстановят мы нашли водичку мы с собой не взяли пьем оттуда сверху на обратном пути еще последствия здесь самые печальные пока который я вижу какой силы врывалась сюда море что вот так вот срезала дюну и полетела потом в ту сторону снесло домик скарб ребят к странное ощущение мы чем дальше идем тем больше жесть встречаем и не что по разрушению именно природного ландшафта уничтожению дюн такого себе представить не мог описать что-то творилось и если бы возможность вагонично вернуться назад и пролететь здесь бы на квадрокоптере то у вас у многих волосы стали дыбом тоже смотрите размыто все причем и далеко от берега находимся и там такой бугорок перед морем море пришлось такой силы дошли мы еще до одной кайта школы здесь вообще напрямую дюны были небольшие так понимаю и море спокойно пошел завалила столб размыло здесь территории тоже покалечиваться в хату на ней был датчик ветра по нему было очень хорошо ориентироваться электричества нету не работает смотрите ребята здесь уже ставят заслон заборчики укладывать мешки с песком чтобы хоть как-то останавливать дальнейшем стихии так вот дюна была видите невысокой нашла дырочку и разуме все вокруг себя сейчас можно хвататься за голову ребят просто мощнейшее разрушение от шторма века в этом месте постройку просто положил и кусок дюны нету это вейв станция мне очень жалко труд у людей прям так было клево красиво все реализовано уже работать начали год отработали начиная по новой заваленные столбы и промытые дюны дольмана смотрите сколько здесь палок деревьев размыло просто до основания еще одно место где очень сильно размыло дюны и здесь смотрите уровень песка делала море мы доходим до каких-то строений на дюнах пост номер один бугарская коса тут не был очень давно видел только эти места когда пролетал на квадрокоптер спасательный пост тоже пострадал через него отсюда и проходила море как река эти тепло все сравняла мусора куча был какой-то санузел оттащила песка не добирался этого бетонного забора герб бригада находится и смог пройти мимо вот этого строения это по ходу какой-то не биотуалет так оформили прикольно потому что вы крышей но море не спросила нравится вам это или нет посносила где-то были постройки на берегу перевомала практически дошли уже до конечной точки маршрута впереди у нас рыб бригада и горло через дюну переходила вода и здесь стекал какой мощности были волны беседка халабуда но access море не спросила можно заходить или нет здесь кайт зон называется кайт школа потоки воды здесь были вроде бы разрушений нету моря остановилась на искал другие пути трактор приезжал подравнивал все вроде разрешение чуть-чуть подмыло и вода под самой станции прошла глав рыбвод фб проезд вовру бы запрещен кизилташка нагульного производственное кефалевое хозяйство ходить я так понимаю можно значит пошлите сказали они и перелезли через забор здесь море вообще передвинула дюны в том тракторе мы тут откапывали вместе с этим забором чтобы все бог хоть какой-то возможный проезд очень больно видеть погибших птичек хорошо что это единичные случаи не верят что мы все-таки добрались до этого места много так шли здесь бонан лет пять-шесть назад последний раз можно по моим видео отследить оксана выдержала хотя на середине пути она уже думал сдаться но все получается ребята постройки здесь еще советских времен и остались здесь сейчас без электричества много домиков разных навесики столики лежачки работа на мечты рыбацкая такая живешь себе море где никого вокруг тебя чисто твои берега разводишь рыбу интересно какие зарплаты в таких местах за строениями же где-то вагончики там стоят вот те самые трактора которые подравнивали сюда именно проезд копает программ который соединяет доки понимаю но отсюда дальше веселовку можно попасть раньше когда таких ограничений жестких делу можно было спокойно проехать здесь защищались от моря на речке прям под нами охотиться за рыбкой когда надо разрывают море начинает соединяться с лиманом и рыбка выходит из лимана либо заходят обратно на аджор трактор советский остался навсегда уже все не разглядела на речках тут семья небольшой два маленьких чёмки живут хорошо расстояние до веселовки кстати ровно такое же может даже чуть больше чем то который мы прошли от благовещенск видите там вдалеке вдалеке горы до темна не успеем уже даже вернуться придется по ночи идти сюжет из фильмов каких-нибудь странственных человек двигается через пустыню впереди горизонт убираем воду и вообще красота вот оно море нету жизни в том что постоянно все копается перекапывается раньше какой-то специально делали защиту от песка чтобы не заносила колышки установлено здесь интересно с маской поплавать было бы берег моря на котором мы сейчас с оксана вдвоем сейчас нет ни одной живой души на многие километры от нас дальше после этих бугров точно такая же коса идет уже в сторону самой веселовки думаю дойду посмотрю ни разу даже не видел надо как-нибудь будет заехать и сюда широченные пляжи только нет столбов с проводами здесь вы тоже можете увидеть как море промыло дюны проходила туда какова красота ребята фантастические виды холодно только стало под вечер пора вдоль моря возвращаться обратно иначе солнце сядет и мы потеряемся видишь такое чуть нашел затяжку между дюнами туда не надо же правильно бархан называется слушаешь море шум прибоя солнышко садится еще поменять одежду на шорт и маечка как будто ты где-то в район но и здесь рай даже в такую погоду вот то место где как-то и выходит рыба и заходит в лиман видя на двух сторонах горожина здесь очень много вот камушков можно найти на берегу рапанишки идеально картинка ну так прокапывается и соединяется как бы далеко от того места куда нам возвращаться давно таких крупных рапанов не видел как с кулак очень большой вот я обычно сейчас всего такие находят это прям большущие очень много ракушки вот куда надо приезжать видите то есть она выбрасывала везде будем наблюдать именно такую картину с разрушенными дюнами по всему берегу и берег тоже ветер это изменился местами косы появились будет сердце крови обливаться точно на фоне разрушенных дюн целые залежи ракушек но много пластика разного валяется и прям вот так вот по всему берегу прям скайпелем посрезали все эти дюны с той стороны это конечно не так выглядело ужасающий потому что здесь мы видим большое количество погибших растений ты понимаешь да что она была до сюда а сейчас просто такие обрубки стоят ну и берег мне кажется стал немножко поуже мы проходим вот те самые ворота которые были засыпаны возле горы бригады тут дюн практически не остались отдельные островки так море прошло насквозь этих территорий смотрите оксана нашла вот такой кошелечек скат хвостокол размножается таким он откладывает а там в нем много много личинок здесь уже личинок нету не вылупились так что все хорошо раньше его очень много сейчас мы даже смотрите в этом месте находим два одинаковых кошелечка выставляете а раньше все по березе было ими усыпано и найти его было не такая большая редкость убивают пауну морскую и поэтому такая беда дальше тут забор возле него протока большая но в основном здесь дюны остались целые кроме дыра которая в них все не идет у нее метр 70 роста и она вровень с берегом плюс здесь воде есть мель то есть волны рушились рушились и переходили в ту сторону дальше у них была высота хотя них берегу такой высоты как 9 метров подходить не должны были говорят что 7 метров были точно с пляжа проведем осуществление далее мы будем смотреть кадры с телефона потому что на камере не хватает светосил для съемки в ночное время здесь мы видим как дюны разрушили как попадали столбы здесь обнажились и старые столбы вы видите как море проходило уже со стороны моря туда в лиман и насколько люди пытались как бы спастись пользуя мешки с песком а в древности здесь ставили забор чайчиком определил что он здесь дельфинчики дельфины нас конечно же порадовали но дюны разрушены от этого сердцу больно видим еще остовы заграждений которые люди делали в древности почему так говорю потому что не дошла информации до нашего времени что волны могли уничтожить косу а тогда когда-то в давние времена люди пытались ее сохранить здесь мы видим следы мотоцикла который помимо волн пытается тоже уничтожать растения на дюны дальше еще будут ну как же это больно вот смотрите ребята уничтожать то что недоуничтожила стихия надо сохранять хранить беречь вот остовы растений и старых дюна здесь вообще полностью все смыло вместе с ними в лиман тут нашел какой-то домик стоит непонятный цвета становилось уже мало и мы добирались до глэмпинга я против и строительства на дюнах но здесь хотя бы они на сваях подняли над дюнами и не пострадали вот вам большущая разница березного отношения и нет на кадрах с квадрокоптера вы сейчас видите 2018 год я хочу вам показать бугарскую косу в разное время потому что кадров хватает но вы должны понимать что это не сейчас не сегодня на тот момент сюда возможно было заезжать на автотранспорте и только в этом году ввели первые запреты но народ все равно приезжал машин вы увидите много так же как и палаточников так же как и других разных строений еще не было ни одного из глэмпинга в которой мы прошли не вот всего лишь за пять лет как сильно изменилась ситуация ну я думаю без слов посмотрите оцените в комментариях напишите разницу которую вы заметили а а а и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дали нам возможность прийти морской воде и посносить другие дюны. То есть, если бы она стояла сплошной стеной, то море бы ударялось от дюны немного их разрушая и уходило обратно бы. Но, к большому сожалению, машинки катаются и уничтожают дюны. И вот он, вид спорта кайтсерфинг, который, я думаю, станет двигателем в дальнейшем развитии Бугасской косы. Будем надеяться как экологичного и защищенного от шторма места. И вот столько зелени здесь смотришь и душа радуется, друзья мои дорогие. Я вам предлагаю полетать без моего сопровождения, посмотреть, и мы вместе с вами еще доедем до Благовещенской, покажу дорогу, как она сейчас выйдет. Там много строек. Для вас это займет две минутки. Для меня где-то в районе получаса. Около 40 километров от самой Анапы набираться до Благовещенской. Благовещенской. Надеюсь, полеты вам понравились. Из Анапы стартуем улица Северная, пересечение с улицы Крестьянской. Попадаем сразу на Симферопольское шоссе. Здесь у нас изменений ровным счетом никаких. Машин, в принципе, даже в зимний период времени хватает для образования пробок. Так что движение затруднено. С левой стороны проезжаем места, которые будут полностью застроены. напротив ЖД вокзала в Джимоте. И первый поселок это у нас Воскресенский. С правой стороны проезжаем его быстро. Вот тут обидно, что у нас не было подъема на объездную дорогу. Нам приходится ехать до поворота на Пятихатке. Только здесь мы попадаем на часть новых трасс. Но она очень быстро заканчивается. Сейчас поворот был на Витязево. Проезжаем ЖД мост до аэропорта. И вот сейчас вернулись обратно на без изменений, которая останется дорога. Здесь нам немножечко поворачиваем на Благовещенскую. Но по пути у нас с правой стороны проехали Ленина. Следующий будет у нас Суворово-Черкесский поселок. Кстати, тоже очень хороший. Детский сад, школы. Там все имеется. Следующий у нас по пути движения уже будет Благовещенское. Но и здесь вот с левой стороны у нас есть кайт-спот. На Лимане мы проехали его. И очень быстро доезжаем до самой станицы. Дороги новые здесь должны пройти по берегу Лимана и обойти саму Благовещенскую. Мы будем смотреть в дальнейшем, как это будет. Также обещают и очистные сооружения, что появятся. Это нас тоже очень сильно волнует и интересует. При этом обещают изменить и существующие очистные самой Благовещенской. То есть у нас везде септики. Но если сделают очистные, то будет очень круто. Итак, ребятки. Вот эти все поля с левой, с правой стороны уже будет новая Анапа. Можно говорить о том, что мы хотим, чтобы здесь был большой автокемпинг. Мы уж на моем хотим, чтобы было так или иначе. Но у нас никто не спрашивает. Я, конечно, бы хотел, чтобы осталась природа, потому что зеленые легкие наших курортов это самое важное. Ведь мы сюда приезжаем в сене в бетоне ходить, а чистым воздухом дышать. И очень переживаю, что, конечно, еще нарушится пляж. Как-либо построенная Марина может на него повлиять. Здесь мы уже побывали на нудистском пляже и поехали дальше до самой Косы. Ну а дальше, друзья, давайте уже будем видео еще не кончается. Не отключайтесь. Давайте послушаем море. Как оно говорит с вами во всех ваших городах. Жду вас в комментариях. Желаю вам всего светлого, ясного, прекрасного. Жалко, конечно, что так пострадала Угасская коса. Будем надеяться, что человек примет меры по ее восстановлению. Ну а вас жду в комментариях. Предлагайте свои варианты, что можно сделать с этим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok